МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что бюджет полностью социально ориентирован, нашлось в нем место и развитию. Почти 15% расходной части, а это около 6 миллиардов рублей, будет направлено в реальный сектор экономики, в том числе на поддержку агропромышленного комплекса. В сельском хозяйстве основные направления, ну, естественно, это по гектарной субсидии, то есть в зависимости от культуры и площадей возделанных, это для сельхозпроизводителей на животноводство, там разные статьи, племенное дело, вот мы в частности увеличили. Отметим, что все направления, профинансированные в текущем году, в году следующем получат большие суммы. Я, пожалуй, начну все-таки с программы, с областной программы развития образования в Ульяновской области. Скажу, что это очень достаточно серьезный документ, который предусматривает развитие по трем направлениям. Дошкольная сеть, общеобразовательная сеть и профессиональная сеть. Вот, исходя из проекта бюджета, на сегодняшний день выделено более 10 миллиардов рублей на реализацию данной программы. Впрочем, появились в бюджете и новые статьи расходов. Хотелось бы отметить, что в этом году впервые за многие годы выделены средства на развитие инфраструктуры отрасли туризма. Значит, деньги будут выделены в следующем году порядка в объеме порядка 15 миллионов рублей. 10 миллионов будет выделено на программу представления субсидий муниципальным образованием на проекты по развитию туризмской инфраструктуры. Средства будут выделены для проектов, которые предусматривают финансирование в соотношении 1 к 3. То есть мы подразумеваем на каждый вложенный рубль привлечь 3 рубля частных инвестиций. Основные расходные цифры депутатам напомнила министр финансов Екатерина Буцкая. После ряда вопросов к ней народные избранники перешли к обсуждению. Итоги подвел Ростислав Эдвардс. Считаю, что вот это соглашение, которое мы подписали с правительством, мы его сохраняем для себя, считаем основным документом и согласно данного документа будем отрабатывать, опираясь на в первую очередь приоритетные пожелания наших избирателей. Бюджет должен быть эффективным инструментом решения наказов избирателей, которые они дали не только партии День России, но и всем партиям. Тем партиям, которые хотят конструктивно с этим работать. Предложенный правительством проект бюджета поддержали две фракции из трех – Единая Россия и ЛДПР. Традиционно против выступили только представители КПРФ. Документ был утвержден во втором окончательном чтении 29 голосами «За». Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской Правды.